73 года жизни под мирным небом. Этим мы обязаны им, ветеранам. С каждым годом их становится меньше. Память тех, кто доблестно стоял на защите Родины, служил в армии и действовал в подпольном движении, кто в своей юности стал партизаном, кто помогал друг другу и даже в смутное время не забывал о человеческом. Торжественно почтили традиционным ритуалом. Самое младшее поколение понимает ценность таких событий. Постоянно, из года в год, школьники обещают нести память о героях Великой Отечественной, а повзрослев, будут передавать дальше своим потомкам. Ведь то, что произошло в истории, для них бесценно, признаются ребята. Пройдя жестокую школу жизни, они обрели мудрость в своей молодости. Юность могла бы быть беззаботной, однако она прошла на войне. Ветераны искренне передают свое напутствие для молодежи нынешнего века. Ветераны и молодежь почтили память погибших от рук фашистских захватчиков на военном кладбище около танка Т-34 у Вечного огня. Все это было, все это, конечно, уже для нашего молодого поколения, это где-то очень-очень далеко. Наша задача сейчас – сохранить вот эту связь времен на примере того, что происходило, показать без искажений все тяготы, сложности, все такие уродства, скажем, войны, ну и, конечно, не допустить. Враги вошли в Симферополь в ночь на 2 ноября 1941 года. Спустя несколько дней в городе образовались подпольные организации, которые поддерживали связь с партизанами всех соединений. Подпольщики передавали партизанам важную информацию о готовящихся немцами и румынами диверсиях, о подготовках карательных операций. Принимала участие в этом и известная подпольная театральная группа «Сокол», которая не дожила всего трех дней до радостной даты освобождения Симферополя от фашистских захватчиков. Актеров расстреляли. Однако вклад театральной труппы в приближение этой даты неоценим. Благодаря партизанам, подпольщикам и действующей армии Симферополь был освобожден. Как облако на краю вспоминаю я речь твою, О тебе от речи моей стали ночи светлее дни. Анастасия Калугина, Евгений Стариков, служба новостей и ТВ. Анастасия Калугина, Евгений Стариков, служба новостей и ТВ.